всем привет вы на канале захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм сегодня будет не совсем стандартное видео хочу вам объявить что на канале открывается новая рубрика и основана она будет на реальных историях по письмам моих зрителей по письмам моих подписчиков я могу сказать только одно что я вижу что это тема и проблемы о которых вы мне пишите они очень актуальны и к сожалению распространенные поэтому буду ждать конечно ваших комментариев я уже сняла несколько видео по письмам зрителей и я уже буду видеть по просмотрам по вашей реакции стоит ли продолжать эту рубрику или же все закончится на вот этих вот нескольких историях но надеюсь что рубрика будет востребована потому что вот в связи наверное с марафоном похудения который мы начинаем с 1 ноября я получила несколько писем на почту в instagram мне написали девочки это были как и просто вопросы по поводу крема тонального уходового массажер для лица тоже мне просили показать девочки все я обязательно покажу но также такие письма уже были они приходили еще на канале на моем основном канале мне там писали люди что вот там были какие-то жизненные ситуации связанные там с разводом связанными с проблемами в семье там проблемы с родителями молодежь не писала и набор веса он никогда не бывает здоровым всегда за этим что-то стоит это могут быть или какие-то гормональные проблемы со здоровьем или это могут быть какие-то проблемы в личной жизни и не всем удается справиться с этим самостоятельно поэтому я думаю что эта рубрика будет актуальной и интересной сегодня хотела бы рассказать историю моей подписчицы благодаря ей я снимаю это видео и буду всем благодарна за участие за комментарии за ваши советы возможно кто-то был в такой же ситуации может рассказать как он из нее вышел я соответственно также скажу свое мнение в общем что мне написала моя зрительница она год назад развелась с мужем и началась депрессия началось такое вот ну период в жизни она знаете как даже независимо там развод или что-то когда что-то случается одно и вот как цепочка и все но идет 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 звеньями то одно то другое одна беда не ходит как говорится и она мне написала что как бы никогда не страдала лишним весом следила за собой но уход мужа к более молодой к более как она считает красивой женщине послужил вот таким вот толчком ну короче она стала свой стресс заедать и вместо того чтобы вот у меня подруга была но она и есть она кстати сейчас очень удачно вышла замуж уехала во францию буквально в августе месяце у них была свадьба и вот я ее хотела бы привести в пример всем женщинам которые сталкиваются с изменой мужа или там с разводом и начинают наплевательски наверное себе относиться и начинают свою беду свое вот это вот состояние заедать или там не дай бог еще и запивать лена можете пройти на мой канал и посмотреть и рассказывала про нее в общем она была замужем к сожалению ну такая ситуация она не может иметь детей и браки распадались с кем-то по этой причине потом у нее был молодой человек с которым они просто проживали и в общем каждый раз когда вот после развода или расставания со своим мужчиной у нее не было желания до было депрессия было были там мы плакали как говорится друг другу в жилетку и но вот знаете почему я хочу привести ее в пример она каждый раз когда вот у нее просто ну я не могу сказать там 10 раз такое было но просто после какого-то вот такого неудачного разрыва отношений она наоборот она начинала с того что нашла в парикмахерскую она меняла прическу меняла цвет волос меняла косметику записывалась фитнес-клуб начинала бегать вокруг озера ну в общем наоборот начинала ухаживать за собой и уделять себе любимой больше внимания чем вот ну как какому-то там излишнему питанию летом булочкам тортиком и так далее во первых когда ты находишься дома вот мне кажется что почему это происходит что многие женщины когда ну какие-то вот такие вот неполадки в личной жизни они замыкаются в себе они стараются ни с кем не общаться чтобы там ну соседи меньше там чего знали подружки там ну не хотят там чтобы были какие-то осуждения что вот там ты значит какая-то там не полноценная вот он тебя поэтому и бросил чтобы не было осуждения кто-то но замыкаются в себе а кто-то наоборот я считаю что это очень правильно выходит вот из этой скорлупы независимо где независимо куда будет это плавательный бассейн будет это просто обычная спортивная площадка в городе но они уже как бы отходят от вот этих мыслей и то чтобы там наезд сама уходит в другой план конечно когда мы что-то едим вкусненькая там особенно если смотришь какой-то сериал тебе кажется что да ты как-то там отвлекаешься и что-то вкусное в себя забрасывая что ну как бы отходишь от вот этой вот депрессии это большое заблуждение потому что от депрессии ты не уйдешь ты находишься в той же самой квартире все те же мысли у тебя в голове и плюс еще ты наедаешь проблемы с лишним весом и еще и не дай бог со здоровьем поэтому я хотела бы сказать что первое что нужно сделать чтобы не растолстеть вот в такой вот сложный период для любого человека мне кажется что не только женщины от этого страдают но и мужчины просто мужчина они как-то ну более наверное по-другому переносят это все и даже если в себе замыкаются они наверно там где-то с друзьями пивка попить или там чего-то чипсов каких-то перекусить но также набирается по вот таким вот причинам этот самый лишний вес поэтому мне кажется что нет я уверена в том что ни в коем случае не нужно себя жалеть не нужно ушел и ушел на что делать бежать за ним плакать я вот недавно смотрела передачу секрет на миллион и там одна жена девочка но прям такая хорошенькая такая красивая то она плачет 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 и у нее ведущая спрашивает что если будут ну там вернется ты его примешь она говорит да приму и даже уже лера кудрявцева не выдержала говорит да ну как же так это что же то мазохизм какой-то что ли поэтому девочки не надо себя вот так вот загонять в какие-то вот эти рамки пищевого ну замены вот этой вот пищевой тем отношениям которые у тебя были обрати внимание не на еду обрати внимание на себя действительно любой женщине так не хуже конфетки или тортика подымает настроение хорошая прическа если он ушел значит и тебе нужно строить другие отношения и поэтому на первом месте должна быть не булка с маслом и какой-то сериал или затяганный халат а пройдись по магазинам пусть даже если ты купишь какую-то маленькую вещь какую-то маленькую обновку сходи в парикмахерскую если есть возможности есть умение вот я не умею покрасить сама себе волосы к сожалению многие девчонки этим занимаются и очень даже успешно сами дома купи краску покрась волосы посмотри какой-то не какой-то сериал чтобы посидеть поплакать что вот ее также бросили как и меня купи какую-то косметику посмотри или даже но не обязательно покупать новую косметику я думаю каждой женщине и и предостаточно посмотри как сделать другой новый макияж посмотри как сделать другую модную новую прическу разбери свой гардероб встань перед зеркалом по мере ну толку от того что вот ты будешь сидеть и есть 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 просто даже вот так вот включите самый обычный здоровый женский эгоизм но вот если от тебя такой красивый хорошие ухоженной стройной муж взял и ушел куда-то и кому что тогда уже будешь нужна если у тебя там будет 150 килограмм поэтому девочки но думайте наверное больше о себе в такой ситуации они о том человеке который там вас предал который создал вот эту вот проблему опять же наверное ну я такой очень приземленный человек и я ну наверное более как-то жесткий наверно по-мужски смотрю на некоторые вещи мне очень будет интересно что напишите вы как если у кого не дай бог была такая ситуация как вы выходили из этого состояния опять же можно записаться сейчас настолько различных групп в социальных сетях но не записывайтесь наверно в те группы вот но как вот брошенные жены и разведенные жены записывайтесь на какие-то вот позитивные такие над позитивных людей на позитивную компанию в позитивную группу где люди преодолевают какие-то более сложные ситуации чем вот ваши поймите после развода жизнь не заканчивается я сама второй раз замужем и мой развод тоже у меня были хотя мы разводились как бы по обоюдному согласию очень мирно очень спокойно и имея совместного ребенка естественно мы продолжали общение и так далее но в любой ситуации это это неприятно развод это какая какой бы он там был громкий или наоборот тихий все равно это стресс но я вам скажу так я стала больше работать я стала больше как-то зациклилась больше на себе на ребенке но никак не на питание и поэтому мой совет все-таки не жалеть себя ни в коем случае а наоборот начать себя больше любить что если этот человек ушел от тебя то он это не твой человек это первое второе если этот человек ушел от тебя это не значит что должна есть в три горла почему вот многие женщины любую как бы проблему любой вот у меня моя любимая подружка люба на любой там конфликт на работе ли там еще какую-то там но неприятность она заедает и по вашим комментариям я тоже вижу что очень многие делают также переключайтесь я уже в одном из прошлых видео говорила научитесь переключаться с приятного еда на приятное просмотр какого-то интересного пусть даже документального фильма на прогулку на экскурсию на поход в парикмахерскую магазин на с одного приятного на другое но так вы поймите если еда приносит за собой лишние килограммы которые доставят проблемы то прогулка вам доставит только приятное и никаких проблем ну девочки в общем сегодня вот такая вот была тема следующее видео будет посвящено молодой девушке которая к сожалению набрала вес немного по другим причинам и если вам интересно опять же жду комментариев и будем тогда уже решать продолжать или нет ну и обязательно выйдет видео в ближайшее время думаю на этой неделе относительно отвечу на ваши вопросы и относительно косметических средств массажеров и всего прочего ну а я как всегда желаю всем прекрасного настроения эффективного похудения ну и до встречи в моем новом видео пока пока мои хорошие первое то неостроп Informationen угр علي Субтитры сделал DimaTorzok